Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами в прямом эфире со страницы IVC Community, International Women Community. С вами я, Лидия Радзиховская, фаундер и душевный вдохновитель этого сообщества женщин. И сегодня у меня в гостях эксперт по сексуальному голосу, певица, интересная личность Мария Давыдова. И мы сейчас буквально пару минут ждём, пока вы все, девчонки, соберётесь. И мы сегодня поговорим про дыхание, про постановку речи немножко, про то, как влияет сексуальный голос на построение отношений. Ну вот, собственно, Мария и зашла. Сейчас мы с ней и поговорим об этом. Ты готова? Я тебя сейчас приглашаю. Вот так. Заходи. Так, привет, милая, привет. Присоединяйся. Так, так, так. Я тебе отправила запрос. И сегодня мы поговорим, посекретничаем, пошушукаем, поболтаем о том, как сексуальный голос влияет, собственно, на достижение целей даже, на знакомство, на первое впечатление, на многие факторы, на отношения в целом, да и вообще, собственно, на окружающих, на позиционирование, потому что у каждой женщины вообще в целом должно быть своё позиционирование, как мы сейчас модно это называем, личный бренд. Без личного бренда, ну, как бы, далеко не заедешь. Если за мной уже, как говорится, отпечатались некоторые факторы, и по-другому уже никак, то за каждым человеком вот есть что-то, что оставляет после него шлейф. Вот как говорят, личный бренд — это то, что... Собственно, Мария, принимай, моя хорошая. Ты VPN включила? VPN включила? Я включила. Я тебя принимаю. Ой, у нас получилось. Привет, я тебя рада видеть. Я тебя безумно рада видеть. Выглядит потрясающе, очень классно. Благодарю. Благодарю, ты тоже, милая, ты тоже умничка. Какая подготовленная. Сразу хочется тебе сделать комплимент. Световая лампа. Всё прекрасно, всё красиво. Правильная позиция. Умничка. Благодарю тебя. Ну, в камере. В кадре профессионал. Всё взаимно, всё взаимно. Представься, пожалуйста. Представься, пожалуйста, расскажи о себе. Конечно, конечно. Так, я хочу на себя фильтр надеть, а то без фильтра... Ой, извините. Ты знаешь, ты прекрасно выглядишь и без. Я просто уже за день немножко, так сказать, у меня уже лёгкий флёр, поэтому без фильтры. Потому что фильтры, которые здесь у меня почему-то рядом, мне не очень нравится. Рада буду познакомиться с аудиторией Лидии. Кто-то сейчас из моей аудитории зайдёт. Буду очень рада видеть каждого. Меня зовут Мария Давидова. Я певица. Я эксперт по женскому состоянию и голосу. Очень часто в жизни, я даже могу сказать, исходя из своего опыта, мы пытаемся построить отношения с мужчиной, пытаемся быть услышанными, бегаем на миллиарды свиданий, что-то ищем, что-то делаем. Но самое главное, мы не строим отношения с самой собой, да? Мы не налаживаем отношения с нашей энергией, не слышим свой внутренний голос. И, к сожалению, когда мы делаем очень-очень много каких-то усилий, они не оправдываются. Потому что нет энергии. А нет энергии когда? Когда мы себя не слышим, когда мы не слышим свою душу, не слышим свой голос, да? И не налаживаем отношения с самой собой. Поэтому сейчас я занимаюсь тем, что не просто помогаю людям красиво звучать, да? Красиво говорить и петь. А самое главное — найти себя, услышать свою душу, да? Налазить отношения с самой собой. Конечно же, для того, чтобы проявиться в этот мир, встретить достойного мужчину. Потому что это тоже немаловажно, да? Когда есть тот самый человек. Поэтому голос, да, и энергия, и женское состояние — это такие важные-важные пазлики, которые помогают достичь той самой большой цели. Спасибо, милая. Да, ты знаешь, я с тобой не могу не согласиться. Я полностью тебя поддерживаю. Мы друг друга знаем достаточно давно. И я тоже как сертифицированный коуч, как женский психолог, я с тобой полностью согласна. Всё начинается с нас. Вот мы, найдя гармонию в себе, внутри нас, понимая, кто мы, про что мы, когда мы обретаем свою самоценность, гармонию, тогда, как говорится, весь мир сопутствует, и мы встречаем и нужных людей, и обстоятельства поворачиваются именно таким ракурсом, в котором нам лучше всего. Как говорится, сам Бог благоволит. И действительно, вот над собой нужно сначала работать. Перед, вот даже перед отношениями. Ты знаешь, когда ко мне приходят девочки на наставничество, на марафоны, мы первые начинаем с себя. Сначала надо очиститься, приготовиться к отношениям, проработать себя, вот сконтактироваться, настроить вот этот внутренний баланс, внутренний комфорт. И тогда уже проще во всех остальных сферах. Да, это действительно очень важно, я с тобой согласна. Реально это очень работает, и могу сказать, даже начиная с своего опыта, да, я очень много обучалась, обучалась взаимоотношениям, разные психологи, разные очень-очень дорогостоящие тренинги личностного роста. Ну, вот что-то не шло, да, вот вроде бы думаю, ну всё правильно делаю, ну всё чётко, ну всё по стратегии. Почему нет результата? И потом я поняла, что нужно просто начать себя, услышать себя, услышать свою душу. И всё как-то начало набирать какие-то обороты, энергия сразу появилась, состояние появилось, всё сразу стало меняться. И те действия, которые я делала тогда с каким-то особым усилием, не работали здесь, делаешь, я не знаю, 15% самой техники на правильном состоянии и получаешь тот самый результат. Поэтому я правда очень рада тебе видеть. Не твоя стратегия, не твоя стратегия. Вот когда она твоя, всё срабатывает. Когда от души, когда действительно твоё, вот тогда всё срабатывает. Конечно, с чужой стратегией не этот, не сработает. Да. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, какая вообще доля отыгрывает в построении отношений, в знакомствах? У нас с тобой очень богатый опыт на этот счёт. Именно голод, краса. Только мы с тобой знаем, насколько он богат. Мы просто смотри, я приоткрою занавес тайны. Мы с Марией были на обучении по личностному росту. Там, собственно, мы познакомились по два года назад, вот действительно. По личным отношениям, по психологии мужчин. Вот, собственно, поэтому мы об этом знаем достаточно много. И сейчас мы с вами поделимся. Знаешь, Лид, я сразу вспомнила Турцию. И с этого момента у меня начали сейчас просто картинки пробегать перед глазами. Сразу воспоминали. Зарезанные, зарезанные барашки. Да, девочки. Да, опыт действительно большой. И на самом деле, когда действительно с этим сталкиваешься, понимаешь, как важен такой инструмент, как голос, умение им пользоваться. Потому что, ну, на самом деле, голос — это не только способ у нас, да, выражать свои эмоции, проявляться в этот мир. На самом деле, это один из очень сильных инструментов, MLB-инструментов, да, влияния на других людей. Потому что, как мы знаем, у нас все люди воспринимают по-разному этот мир. Кто-то визуально видит, ему нужно увидеть, да, как это все выглядит. Кто-то киноэстетически, когда он трогает, да, запоминает вот это прикосновение, да, какое ощущение. А есть ряд людей, которые воспринимают этот мир через уши. Это аудиалы. И, признаюсь честно, я сама являюсь аудиалом, потому что для меня действительно очень важно, что я слышу, как я слышу, да, какая интонация присутствует. Вот это для меня просто важнее даже не сама суть, которую мне доносят, а как её говорят. И есть очень одно мудрое выражение — не важно, что вы говорите, а важно, как вы это говорите. А если вы ещё говорите правильные вещи в трансовом вообще таком состоянии, да, то человек просто у него автоматически на его подсознательных программах отложится нужная информация. И когда мужчина захочет что-то для вас сделать, он будет думать, что это его решение, да. Но мы-то с вами знаем, что это всё запланированная акция, да, правильная работа с голосом, с тембром, правильное состояние, правильная музыка. И действительно, людей, особенно которые аудиально воспринимают мир, вот это один из самых сильных и классных ключиков для того, чтобы, да, влиять, получать, взаимодействовать. Это действительно очень круто работает. Мужчины тоже любят ушами, мужчины тоже любят слышать комплименты. Важно их говорить правильно, красиво, да, с правильным энергетическим состоянием, с правильной интонационной. Потому что доказано уже психологами, что мужчины не воспринимают высокую речь у женщин. Это когда женщина разговаривает вот так, когда она торопится, когда она говорит быстро, когда она говорит на голове. Ну, согласись, Лид, ну, хочется убежать. С первой секундочки, полусекундочки, сразу напряг такой, что? Да, да. И у мужчин то же самое. Они просто хотят убежать, потому что идёт ассоциация, связанная с истерикой. Когда женщина истерит, она очень высоко кричит, очень быстро. И когда мужчина слышит какие-то такие нотки, да, небольшие, у него где-то, опять же, подсознательно. Мы живём в мире подсознательных программ, нами руководят подсознательные программы. И он просто хочет убежать. И то же самое, да, когда женщина говорит низко, когда говорит мягко, когда говорит вязко, да, используя вот этот низкий-низкий обертоноголос, грудь, да, всё бархатно. Это расслабляет, это успокаивает. Потому что во время оргазма, да, все мы знаем, а кто не знает, очень жаль. Я очень надеюсь, что вы узнаете, да, женщина оказывается в таком расслабленном состоянии, где она звучит очень низко, да. Это когда вот грудное дыхание. А звучит прям с глубины, с глубины идёт всё. Да, да, всё-всё очень низко, всё очень красиво. И тем самым, да, мужчина у него сразу, когда женщина с ним разговаривает вот так, из глубины, из сердца, из души, это вызывает большее доверие, это вызывает возбуждение, это вызывает до такой степени правильное состояние. И в этом состоянии реально мужчина больше нас готов слышать. Я хочу поделиться такой небольшой историей, действительно историей жизни. В том году ко мне пришла девушка на вокал. Она в отношениях с очень богатым статусным мужчиной. Он не свободный мужчина. Ну, сейчас, как бы, вы её не знаете, да, но просто вот эти нюансы, они действительно очень важны, да, чтобы понять, как это всё сработало. И она пришла, она говорит, я чувствую, что он меня, ну, я ему говорю, а он меня не слышит. И она разговаривала очень высоко, очень высоко. Она всегда тараторила, она очень эмоциональная девушка. И она не могла контролировать свою речь. И она прям, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Она прям быстро-быстро-быстро-много. И она говорит, я хочу научиться красиво говорить, чтобы руководить с моим мужчиной. Потому что я вижу, что когда звонит его супруга, он включается, её слушает. Ну, и мира больше нет. Я заметила, говорит, что у неё очень низкий там тембр голоса, что она разговаривает так уверенно, низко, медленно. И он, она говорит, да такой степень не включается в разговор, что всё, ничего больше не существует. И тогда она поняла, что ей не хватает вот такого маленького, да, такого маленького ключика, инструмента для достижения своей цели. Мы с ней активно стали работать над голосом. Прям именно низкий тембр, да, когда низкое звучание. Можно даже вот проверить, положить руку на грудь, да, и грудь должна резонировать, да. Вот когда мы разговариваем, очень важно включать грудь. И когда мы включаем грудь, слышим вот здесь небольшую вибрацию. Это называется грудной регистр, да. И он очень красивый, потому что в грудном регистре всегда бархатные ноты, бархатное звучание. Это всегда очень красиво и очень классно звучит. Мы работали над низким голосом, работали над дыханием, над маточным дыханием, маточным звучанием голоса, работали над всякими практиками. В целом, ну действительно, мы работали где-то годы пол, и потом она реально стала себя контролировать. Ещё просто помню, ещё вдобавок приболела. А когда мы заболеваем, голос ещё становится ниже, спокойнее. И она мне говорит, я заметила, мужчина стал мне часто звонить. Мы стали разговаривать часами, такого раньше не было. Звонит каждый день, и ему нравится всё, что я ему говорю. В итоге мы потом использовали трансовые техники, ну это когда ты используешь именно подсознание, НЛП. И в итоге приходит она ко мне перед Новым годом на урок и говорит, ты представляешь, мне мужчина квартиру подарил. Я говорю, как? Она говорит, я так долго хотела, я так долго. И он меня не слышал, да? А сейчас она стала реально на себя контролировать, потому что если она забывает, она, конечно, опять может начать тараторить, и от неё хочется убежать. Я всё такое контролирую себя, говорю, на руку повесь себе, знаете, вот можно какую-то резиночку начинаешь тараторить, вот так себе по руке, всё, я говорю спокойно, я говорю медленно. И действительно, просто вроде бы всё и чувства были, и страсти, из столько других каких-то элементов, но не хватало вот этого маленького элемента, как голос, как звучание для того, чтобы повлиять именно на этого мужчину. А как оказалось, этот мужчина был аудиал, и для него очень важно именно голос, как его называют, как с ним говорят, с какой интонацией, да, как она звучит. Это очень важно. Ещё если у мужчины аудиал, допустим, если вдруг тембрально вы совпадёте с его мамой, то вероятность, что он вам сделает движение, очень большая, потому что у него будет вот это подсознательные программы, да, тембральное звучание. Я по себе даже это замечала, что мне нравится тембр мужчин, похожих тембрально на моего отца, потому что я аудиал, ну, это реально работает. Конечно, конечно, Мария, это же сразу понятно, потому что мужчина исчитывает, что ты с его племени, ты его. И это, как мы уже определили, работает подсознание, конечно. Это очень важно. Но ты знаешь, вот я тоже этому училась, безусловно, как всему, как всему всё, всему, что я умею, я училась. И я вижу, что много заходит твоих девочек, я хочу представиться. Девочки, вы сейчас заходите на эфир с женского комьюнити, которое у нас базируется в Дубае, поэтому, собственно, я такая загорелая. Меня зовут Лидия Радзиховская, я женский коуч и наставник. Я уже более трёх лет работаю с женщинами. Сейчас открыла несколько своих программ, несколько курсов, и вы можете присоединиться и в комьюнити, и зайти на мою страницу, посмотреть больше. И как раз я часто, практически всегда говорю глубоким, таким грудным голосом, таким объёмным, когда кажется, что голос растекается. И это хочется слушать. А когда уже мы торопимся что-то сказать, стараемся вместить в одно предложение много смыслов, тогда и могут нас перебить, тогда и могут отвлекаться, потому что речь звучит вот очень быстро, без пауз, без интонации, без перепрыгивания разных. И я вот два года назад, перед тем, как, собственно, приехать на другие курсы, я прошла в Киеве, у нас были курсы по ораторскому искусству. И там вот нам ставили голос. И вот мне интересно, как ты ставишь голос? Ну, на самом деле, есть очень, есть как бы база, да, это стандарт, это то, что используют все, это то, чему я обучалась в институте, да, это когда мы работаем с нашим дыханием, да, это самое главное, это основа основ, это дыхание, потому что, а чтобы звук был такой насыщенный, глубокий, да, о котором ты сейчас говорила, чтобы он так растекался, был расслабленным, для этого нужно дышать правильно. Если мы дышим ключично, это вот спортивное дыхание, вот когда вот взяли дыхание в грудь, да, у нас тут все поднялось, это спорт, но там нет, да, там нет глубины, потому что дыхание, да, диафрагмальное, сейчас я пристану и немного, извините, покажу вам, покажу вам, как это работает. Покажи нам, покажи. Да, сейчас, если есть мужчина, я думаю, им тоже понравится. Есть! Обвиняйтесь, не только здесь. Мужина есть! Смотрите, вот здесь, мои хорошие, у нас находится диафрагма, да, такой шарик, внутри которого у нас находится пространство, куда у нас попадает воздух, с помощью воздуха у нас раскрываются наши ребра, у нас растягивается наш животик, воздух у нас может идти, как в диафрагму, так и ниже, потому что я еще практикую, да, со своими девочками, это отдельная практика, которую я изучала уже дополнительно на разных курсах, не только там в институте, но еще занималась энергией, с телом, да, как работать, звучать всем телом. Когда мы дышим маточно, это вообще женщинам number one, это очень полезно и для органов малого таза, поделись, и для... Милая, поделись, да, 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 вот нам и маточное надо знать. Да, это очень полезно, потому что это и для нашего здоровья, и я знаю, что есть такая ситуация, многие девушки и женщины не чувствуют вот того самого, да, до завершения полового акта, они как бы испытывают, ну, как они это делают, но не чувствуют того, чего хотелось бы, да, и для этого очень важно вот начать правильно дышать, правильно чувствовать свои органы, это очень важно, спинкой, да, обязательно мы дышим прям всеми, всеми органами. Сейчас вам покажу первое диафрагмальное дыхание, кто хочет, мы можем поделать эти упражнения вместе. Вы делаете медленный, долгий, глубокий вдох, задерживаете дыхание, сейчас вам покажу, как это будет выглядеть, и делаете быстрый выдох со сбросом. Как это выглядит? Берем вдох. Видите, да, вот расширяются ребрышки, открывает диафрагма, здесь такой шарик у нас, задерживаем дыхание и делаем выдох. Выдох у нас со сбросом. Сейчас покажу вот так, сбоку, как это выглядит. Вот он, да, шарик. Да, шарик. Задержали. И выдох. Вот так у нас работает, да, вот так работает наше диафрагмальное дыхание. Маточное дыхание мы делаем по тому же самому принципу, да, мы дышим низко, глубоко. Мы пытаемся взять вдох прямо вот сюда, вниз, как в матку, да. Но самое интересное, что отличает просто диафрагмальное дыхание и маточное дыхание, которым просто рекомендовано говорить с мужчиной, используя именно маточное дыхание. В вокале я тоже это использую, и не раз можно услышать, когда ноты такие сочные, да, когда сексуально звучит, красиво почему-то цепляет, да, всех слушателей. Вот надо использовать, именно мало кто из артистов это знает, а кто знает, тот великий, и им восхищаются, потому что это действительно рабочий инструмент. И я сначала узнала этот инструмент просто, когда обучалась вокалу, а потом решила попробовать его в коммуникации с мужчинами. И реально сработало. В общем, как выглядит, да, наше упражнение. Мы берём медленный, долгий, глубокий вдох, берём его в матку. Тем самым мы представляем, как наши, даже чувствуем, как наши мышцы, именно, да, половые, зажимаются, знаете, такое... Вагинальные, вот ты имеешь в виду. Да, вагинальные, да, получается, как такое, как будто вот моргание, да, такое происходит, вы должны как будто снизу сжать мышцы. Но у нас там есть и кольцевые, и поперечные, там разные группы мышц. Мы как раз просто вчера на марафоне говорили про вонбилдинг. Да, девочки, кто сейчас зайдёт с марафона, знают прекрасно, вы только вчера об этом поговорили. Вот эти мышцы сжали. Да, девчонки, да, кто из марафона, можете так что поделать. Просто я в жизни тоже пробовала занятия про вонбилдинг, но мы же женщины, я тоже люблю, как и ты, всему обучаться, я всегда хожу, и это очень круто, когда вы обучаетесь, ищете новые инструменты. Ну, и мне как стало интересно, я думаю, надо расширяться, потому что, как говорится, истинная гейша, она умеет правильно пользоваться своими мышцами, вот, что доставит в общем, без подробностей. Мы все поняли, мы все поняли. Да, и мне стало интересно изучить, как вообще работает этот механизм. Я пошла на занятия, я брала то, что там индивидуальные занятия, групповые, и поняла, что где-то минут сорок мы делали то, что я делаю на постановке голоса, на постановке дыхания, потому что там всё связано, опять же, с мышцами и с дыханием. Поэтому сейчас мы прям на вдохе, как будто забираем дыхание, да, вот снизу берём его, поджимаем наши мышцы, но при этом всё, воздух оказывается прям низко в матке. Мы прям представляем, сейчас я прям покажу, как это выглядит. Есть ещё техника кундалини, вот это что-то тоже связано оттуда. Получается, берём, вот здесь у меня воздух, да, задерживаем дыхание и делаем медленный-медленный долгий выдох. Это упражнение очень классно расслабляет, даже возбуждает немного, потому что там идёт работа, получается, мышца, да, вот за счёт дыхания мы расслабляемся, за счёт работы мышц у нас немного идёт такое возбуждение, да, голос звучит тем самым очень низко, потому что у нас выдох проходит по такому длинному воздушному коридору, и он более глубокий, более насыщенный, да, больше воздуха у нас есть, потому что, когда мы используем много воздуха в речи, когда мы разговариваем с придыханием, это всегда про расслабление, это всегда про сексуальность, это всегда про вот такую безопасность какую-то, да, поэтому вот это упражнение я иногда использую его ещё и на свиданиях, да, это очень классная техника, когда вы делаете так три раза, вы делаете вдох, да, маточный такой, низкий, да, задерживаете дыхание и выдох, вдох и выдох, и третий, да, последний раз, когда вы просто задержали дыхание и на выдохе начинаете разговаривать с мужчиной, здесь действуют технологии, не важно, что вы говорите, а важно, как вы говорите, поэтому вы можете что угодно рассказывать, рассказывать о себе, задавать вопросы, и мужчины, я это пробовала, не знаю, как работает, но реально работает, да, энергия включается, вторая чакра включается, возможно, и они начинают внимательно слушать и говорить, ой, себе такой красивый голос, и сразу откуда-то появляется какой-то сексуальный вайф, и они начинают что-то, что-то у тебя спрашивать, что-то тебе говорить, и всё переходит уже на такое немного пикантное, свидание, знаете, перестаёт быть томным, а становится немного пикантным, и очень классно говорить в этой позиции комплименты, ой, это, это, боже, я сейчас это, знаете, мне кажется, я прямо оказываюсь в этом состоянии, у меня сразу, ух, игра пошла, когда ты реально расслаблена, когда ты на выдохе, на низком, да, таком маточном выдохе говоришь, там, ему комплимент, благодаришь его за вечер, за то, что мы так классно провели время, какой-то мужчина, всё, девочки, вероятно, что у вас будет второе, третье, четвёртое свидание, ну, 90% точно, это потому что реально работает, классная техника, я знаю, видео тоже делает эту технику, на свиданиях обязательно работает с голосом, потому что это действительно очень хорошо. Ты знаешь, ты вот сейчас только что, когда делала практику, когда говорила, я даже, девочки, все увидели, я прям прибалдела, а прибалдела я почему? Потому что я только что, я сейчас поле открою занавес, у меня нет на прямых эфирах секретов, постановок, каких-то подготовок, это всегда флоу, это всегда по наитию, это всегда в таком, как модно сейчас говорить, вот я уже на английском говорю, видишь, в потоке, в потоке, да, и я делала то, что как раз, когда ты только что рассказывала, я как раз с этого состояния, я только что пришла со свидания со своим мужчиной, у нас был ланч, очень в красивом месте, с видом, вот, ну, Альна Сим, вот там вот, на красивых местах, вот, мы так вкусно покушали, мы сидели, кстати, сейчас я вот с ним обсуждала такую классную тему, естественно, грудным голосом, интересовалась, просто он любит сигары, любит хорошие виски, и сейчас мы с командой работаем над новым, там, таким чек-листом, интересным, гайдом, для статусных женщин, для девушек, которые охотятся на статусных мужчин, где мы будем говорить о сигарах, какая разница в сигарах, какая вообще история, какая культура курения, как, я даже сняла видео, девочки, я не вру, сейчас покажу, я сняла видео специально, попросила его, говорю, сделай мне мастер-класс, как ты, этот, как ты, вот, делаешь, распечатываешь сигару, вот, и я вот сделала прям видео, ой, немножко отсвечивает, она сейчас, я прям сделала, сделала видео, как он технично все делает, как поджигает, вот это все дело, спросила у него, поинтересовалась, он все рассказал, и вот я как раз этого состояния, прикайфовалась, расслабилась от твоего прекрасного голоса, да, девочки, и это то состояние, тот голос, из которого добиваются целей, это я вам тоже говорю, как коучи, я подписываюсь под каждым словом Марии, это нужно делать, нужно работать над своим голосом, безусловно, потому что даже работая только с голосом, у вас меняется восприятие себя, у вас меняется состояние, и начинается жизнь меняться, а тогда, когда вы еще включаетесь, и работаете над своими целями, прокачиваете, прокачиваете травмы, вот я, допустим, я работаю с настоящим, я не работаю с травмами, я работаю с будущим и настоящим, а всегда у меня есть коллеги-психотерапевты, куда я своих девочек отправляю проработать, вот эти глубинные, знаешь, такие искалечивания, потому что все мы, по сути, из детства, с очень тяжелого, по большей части, и только там, может быть, один процент людей, детей выросли в благоприятных, вот каких-то, благоприятных, каких-то правильных семьях, и то правильных, возможно, по нашим с тобой меркам, по их, потому что, когда человек рождается в богатой семье, у них там другие проблемы, у королевы Елизаветы другие были проблемы, и у этой, кто у нас там за принцем Чарльзом, или вторым, замуж за него вышла актриса, я забыла, как Меган Маркл, Меган Маркл, у нее свои проблемы, и мы понятия не имеем, какие там трудности, они, безусловно, есть, и, конечно, если, когда есть эти травмы, они все звучат, и мы соединяемся с людьми по травмам только, потому что психика стремится их проработать, психика стремится это все полечить, и поэтому мы, собственно, притягиваем таких людей, так вот, работать над собой, это, безусловно, выход, выход, не оставлять, как есть, что я тебе хотела еще спросить, Мария, может, ты мне что-то хочешь спросить, поспрашивай. Я хочу сказать, что я так рада тебя видеть, я так соскучилась, что я прям на тебя смотрю, и вспоминаю прекрасное, наше прекрасное время в Дубае, которое мы проводили, и знаешь, у меня сразу желание увидеться, встретиться с тобой лично, прям, с огромным, вообще удовольствием провести время вместе, выглядишь просто потрясающе, такой вайп, знаешь, солнечного Дубая, там очень правильные энергии, я очень люблю за этот вайп, за вот эти солнечно-денежные энергии, прям, они вообще с огромным, чувствуется от тебя вот этот прекрасный, шикарный шлейф вообще. Спасибо, милая, это действительно так, я вот уже, получается, второй год живу в Дубае, и последний раз мы, между прочим, с тобой и виделись у меня на мероприятии, на мастер-классе, это сколько было, где-то пять месяцев тому назад, в конце мая, да, да, и сейчас сезон стартует, мероприятие в Дубае, поэтому девочки, кто планирует, я всех агитирую, всех агитирую со всего мира, сюда все едут, испанки, какие-то филипинки, американки, британки, европейки просто, что говорить про, естественно, наших славяночек, красоточек, румынки, все едут сюда, все едут за счастьем в Дубае, потому что, ну, Европа не вся богатая, это факт, Америка тоже не все там так гладко и хорошо, конечно, кто успел, кто пристроился, кто смог, то те молодцы, но на самом деле, ну, вот меня Америка не прельщает, абсолютно, я когда вкусила Дубай, я когда поняла, как здесь все хорошо и изобильно, а сейчас вот Саудовская Аравия скоро расцветет, я вот была в поездке, кстати, сопровождала, помогала психологической помощью, я как бизнес-тренер тоже, вот у меня уже есть и диплом подтверждения, что я бизнес-тренер, и меня пригласила одна компания сопровождать девушку-представителя, и я ей помогла закрыть очень-очень приличный контракт, с чего мне заплатили процент, да, я ее готовила на протяжении нескольких дней, потому что очень была серьезная презентация, они работают с проектом, с проектом НИОМ, если что-то кому-то известно, почитайте в интернете, есть, во-первых, Зелайн, это новый город между Саудовской Аравией и Египтом, это шикарнейший проект, если вы посмотрите, ну вот у меня, я когда его увидела два года назад, у меня был шок, я подумала, все, конец света наступает, я увидела прям конец света, это шокирующий просто проект, это страна, новая страна НИОМ, которая полностью, ну, искусственная, так сказать, построенная, вот, поинтересуйтесь, это очень интересно для развития, посмотрите, и вот я ее сопровождала и готовила на эту сделку, я ей тоже помогала и с голосом, и с темпоритмом, мы работали, и слава Богу, все получилось, я к чему веду, что Саудовская Аравия сейчас тоже будет новым Дубаем, вот посмотрите, что такое Саудовская Аравия, и сюда стоит стремиться, особенно славяночкам, особенно красивым, умным, хитреньким, какие мы есть, вот здесь вот, конечно, можно устроиться, и у меня очень много девочек, славянок, которые с мусульманами, в отношениях, кто даже вышел замуж, более того, у меня были отношения, естественно, с мусульманином, я здесь нахожу в стране, это неудивительно, и, конечно, есть свои плюсы, и есть свои минусы, как во всем, поэтому, девочки, если у вас есть любые вопросы по переезду, вот, ступая в комьюнити, вы получаете поддержку в переезде, вы можете взять у меня консультацию, я расскажу, помогу, кому надо работу, найдем работу, кому надо мужчину, найдем мужчину, с жильем поможем, ну, совсем, здесь, тем более, в комьюнити сейчас входят партнеры, это сервисы, которые предоставляют лучшие условия, где-то скидки, где-то подарки, и сейчас мы как раз подбираем страховую компанию, которая зайдет к нам как партнер, и, как сказать, нашего брата, сможет постраховать нормально, потому что здесь же тоже, как неприятно сказать, но с появлением большого количества русскоязычных людей, это я сейчас не делю, это и ваших, и наших, участились во много раз прецеденты, кидания, обмана, и всего-всего, да, 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 здесь сплошь и рядом, и, казалось бы, очень не сильно безопасный Дубай, но здесь сплошь и рядом, это и с резиденциями, и с айдишками, и с компанией с открытием, и машины угоняют, перепродают по 150 раз, и очень много как раз приехали русскоязычных, ну, конечно, приехали же, привезли свой мир, понимаешь, ну, как бы сразу, ну, это уже автоматически, я, я, как бы, это вы поняли, да, поэтому, ну, надо, надо себя, ну, как бы, за собой следить, и надо себя обезопасить, потому что здесь, если вы попадаете в больницу, вот у меня девочки, знакомой, на одном из мастер-классов, она поделилась, пришла, там правовая была тема, и она у нее, ну, как бы, между нами девочками лопнула киста здесь в Дубай, и ее по скорой повезли в госпиталь, и чтобы вы понимали, 10 тысяч долларов, где и насчитали за операцию, ну, ее разрезали, делали там эринген, а есть такие здесь больницы, которые специализируются на кидании, на приписании, господи, что я говорю, ну, вы поняли, есть такие именно, и надо знать, куда ехать, а куда не ехать, и уже, как бы, спустя время, безусловно, мы уже прожженные опытом, кто здесь живет, кто сталкивался, кто, ну, как бы, имеет большое количество знакомств, тот уже понимает, куда да, а куда не, а это экономия, это безопасность, и лучше иметь страховку, лучше иметь страховку, конечно. Однозначно, особенно в Дубае. Да, 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 поэтому, ну, солнечный Дубай, это все классно, это все круто, когда ты там приезжаешь на некоторое время, а я здесь уже живу, это мой дом, и у меня вот второй год уже ID резидента, и, конечно, конечно, что вы пишете? Давайте сейчас почитаем. Ага. Ну, девочки, давайте вы будете задавать интересные вопросы, интересные вопросы, можете делиться, можете делиться эфиром, тогда будет, собственно, больше количества просмотров, это круто, но дело в том, что будет в записи, будет в записи эфир, и вы сможете посмотреть в любое время и написать вопросы в комментарии. Что, как ты считаешь, что еще можно добавить вот по голосу, по постановке речи? Ну, ты знаешь, на самом деле, я считаю, что это действительно очень более глубинный вопрос, да, когда мы работаем с голосом, на самом деле мы не просто работаем, да, вот с голосом, ставим голос, да, тембрально, все-таки голос — это наша душа, и я знаю, что у каждого человека есть душа, есть задачи, с которыми он пришел сюда, очень многие в поиске, чтобы там чего-то достичь, добиться, да, есть какие-то картинки, да, других людей, успеха других людей, перестают слышать себя, перестают слышать свою душу, свой голос, свое истинное предназначение, и все-таки сейчас вот я, когда начинаю работать с людьми, раньше я ставила только голос, потом поняла, что, ну, это не только про голос, это не только про красиво спеть, или красиво поговорить, да, это про поиск себя, про услышать себя, а кто я в этом мире, да, что я несу этому миру, какую пользу, да, кто я в этом мире, как я проявляюсь, как я звучу, а могу ли я смело заявить о своих желаниях, потому что, когда начинаешь работать с девочками, да, вот сейчас у меня девочка вчера брала одну консультацию, сегодня мы с одной девочкой разговаривали, она наставничество хочет, я понимаю запросы у людей, что я не могу сказать о своих желаниях, да, я хочу, но я боюсь, мне страшно, и здесь ещё идёт проработка пятой чакры, да, нашего голоса, не только с точки зрения техничного звучания, но и с точки зрения, искренне сказать, да, разрешить себе, позволить себе, я хочу, да, вот многие действительно не могут сказать, они что-то хотят, но они боятся, боятся быть непонятными, а что обо мне подумают, да, это очень такой распространённый страх у многих людей, действительно, да, хорошо, когда он проработан, потому что он помогает вам расти дальше, развиваться, расширяться в результатах, материальных, финансовых, любовных, в любых вообще, да, когда страх критики проработан, потому что очень многие просто искренне боятся сказать о своих желаниях, искренне сказать о своих чувствах, люди так боятся, у них так перекрыта вот эта пятая чакра, да, горло, что они просто не могут, да, и я думаю, что всё-таки всё начинается с себя, с искренности, с честности перед самим собой, это самое ценное, и когда вот в этом состоянии, да, я говорю честно, я звучу уверенно, я проявляюсь в этот мир, я слышу свою душу, и я знаю, да, для чего я здесь, налажено отношение с самой собой, с самим собой, да, в жизни всё начинает происходить, во-первых, реальным, магическим способом, притягиваются нужные люди, нужные обстоятельства, нужные проекты, мужчины сами приходят, потому что всё-таки, когда мы женщины в этом ресурсном состоянии, мы знаем, что нам нужно, почему мы, да, уверенно идём, звучим в этот мир, то мужчины действительно сами приходят, и не нужно каких-то сверхусилий, что-то идти, искать, а всё происходит само собой, ты просто ресурсная, ты слышишь себя, ты слышишь свой голос, идёшь красиво, по Дубаймолу, или здесь в Москве, да, в одном из торговых центров, или в вашем городе, да, я не знаю, кто из каких городов смотрит, идёте просто по торговому центру, и всё, и сразу вас мужчина увидел, потому что энергия идёт, женщина, она выделяется всё-таки энергетически, это самое главное, не так важно, да, какой у нас цвет волос, сделаны у нас губы или нет, какого размера у нас грудь, а всё-таки очень важно и самое ценное, что есть у женщины, это её женская энергия, потому что у мужчины, да, у них много, много что есть, но чего у них нет, никогда не будет, да, они сами не могут производить женскую энергию, ну, либо это, как есть там, трансгендеры, да, когда мужчина там женские гормоны начинает пить, и то, это не та история, потому что это есть только у женщины, и это так ценно, так нужно у женщины, что он может получить, взять, забрать это только у женщины, поэтому женщина должна очень сильно ценить себя и самое главное свою энергию, ставить себя на первое место, и тогда действительно всё будет, и поэтому, когда мы работаем с голосом, это просто, да, одна такая маленькая часть, потому что на самом деле работа идёт самим собой, со своим энергией, состоянием, и голос, он помогает, да, это как инструмент, инструмент для того, чтобы открыть ту самую большую дверь, в которой спрятаны самые сокровенные желания, самые большие цели, которые часто мы просто боимся себе признать, что мы хотим именно так, поэтому голос — это ключик просто для того, чтобы понять и начать жить вот этой жизнью, жизнью мечты, действительно. Да, ты права. А давай с тобой сейчас выделим три основных пункта, которые нужно сделать или поддерживать. Три действия, которые помогут настроить вот этот глубинный, красивый, классный голос. Ну, первое — это, конечно же, дыхание, да, дыхание — это всё, это основа всех основ. Дыхание — это и звучание голоса, да, когда мы дышим, да, расслабляемся, во-первых. Во-вторых, это очень полезно для здоровья, для женского здоровья, в целом, для органов, да, наших, для вот этого звучания красивого, низкого, мягкого. Это дыхание. Поэтому я всегда уделю очень большой блок работы именно с дыханием. Это основы всех основ. Второе — это, конечно, использование наших резонаторов, да, когда мы говорим уверенно, когда мы говорим чётко, да, потому что можно где-то, вот, не знаю, там, в голове говорить, там, я не знаю, прятать звук или какой-то он опущенный будет, есть, или вот, ну, не будет чётко, это люди не поймут, да, что мы хотим донести, наверное. Поэтому для красивой речи обязательно нужно следить, да, выводить звук, работать с нашими резонаторами, чтобы он красиво лился, да, такой, как музыка. Говорим, как поём, а поём, как говорим — это всегда одно из моих самых любимых правил, которые я говорю всем девочкам, с которыми я работаю. Мы всегда должны говорить, как поём, как будто это музыка, такая милозвучность, такое певание красивое. И это всегда поможет человеку перенести в то самое нужное состояние, да, вот так, повести его за собой, как с помощью музыки. Поэтому всегда говорим, как поём — это один из самых важных инструментов. Ну, в последнее, я бы выделила эту энергию, работа с самой энергией, да, с чакрами. И когда вот мы делаем, работаем с маточным дыханием и потом ставим и используем наш голос, мы включаем вторую чакру. Это чакра сексуальности, чакра денег, чакра удовольствия, наслаждения, да, когда мы работаем с нашей энергией, с нашим состоянием, с нашим телом. И в комплексе, да, вот даёт это всё тот самый нужный результат, потому что, опять же, при работе с голосом работаешь с телом. В теле очень часто есть какие-то зажимы, да, вот здесь у нас повышенная ответственность, очень часто, да, и звук не проходит, поэтому тело должно быть, да, максимально таким мягким, расслабленным, чувствующим, да, это немаловажно, да, когда тело, оно прочувствование, да, и когда тело расслаблено чувствует правильное дыхание, правильное состояние, конечно, голос будет просто невероятно красиво звучать, и слушателю, он будет именно слышать, да, нас, что мы хотим донести. Это, кстати, очень-очень важно, очень важные такие инструменты. Спасибо, милая, большое, невероятно приятный получился душевный, глубокий эфир. Если честно, я прям укачалась. Вот ты прям у меня убанюкала, расслабила, я тебя слушала, ты такая сладкая, твой голос просто обволакивает, это так приятно, это так красиво. Спасибо, девочки, я думаю, что вам тоже понравилось, напишите свое впечатление, поделитесь в комментариях, мы эфир сохраним. Спасибо вам, кто пришел, кто остался с нами, и огромная благодарность Марии за компанию, за ее знания, за информацию, которую она сегодня нам любезно предоставила. Спасибо. Лиза, спасибо тебе огромное, ты знаешь, как я тебя люблю, у меня, правда, к тебе огромная вот сердечная любовь со своего сердца, прям, как я тобой восхищаюсь, как я тебя люблю, сколько мы вместе прошли, я обязательно приеду в Дубай, ты знаешь, мы с тобой всегда увидимся, я очень тебя люблю, спасибо тебе за твое комьюнити, как ты помогаешь девочкам, как ты действительно участвуешь в жизни многих девочек и меняешь судьбы, это очень большая миссия, очень серьезная, очень ответственная, ты огромный молодец, правда, развитие твоему комьюнити, пусть с каждым днем, с каждым годом, будет все больше и больше девочек, да, в твоем обществе, в твоем сайте, да, таком прекрасном. У тебя прекрасные, Лидия, вот кто в Дубае, девчонки живет, вот пишет, девчонки, благодарю за прекрасный эфир, сплошная медитация, спасибо вам большое, мы очень рады, что вы были с нами. Лидия проводит прекрасные бизнес-завтраки, бизнес-встречи в Дубае, в классных вообще заведениях, интересные темы, классные знакомства. Я один раз очень удачно сходила, обязательно, точнее не один, а несколько раз уже была у Лидии. Да, даже два, по-моему, или три, или даже три. Да, даже три. Поэтому, если будет сейчас, вот в Дубае, когда прилечу, ты знаешь, я с удовольствием готова всегда присутствовать на твоих мероприятиях, твоя женская, теплая энергия, такая классная, такая материнская, да, где там есть у тебя такой вайб, знаешь, женщины-матери, это очень классный такой вайб, который расслабляет и вызывает состояние доверия, спокойствия, поэтому успехов тебе, моя дорогая, очень рада была тебя видеть сегодня. Благодарю, милая, благодарю за всё вышесказанное, я тоже тебя сердечно люблю и обожаю, ты большая умничка, ты прям, знаешь, растёшь на моих глазах, и это прекрасно, я рада это наблюдать, пусть у тебя всё получается, и всегда рада тебя видеть, давай, Дубай тебя ждёт, а в Дубае жду тебя я. Я обязательно приеду, я очень подскучилась, тут в Москве холодно, дожди не хватает горячего дубайского солнца. Приезжай, дорогая, приезжай, обнимаю тебя, целую, и до скорых встреч, всем пока-пока, друзья. Пока, девчонки, всё, пока-пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова